Вместо спада в 2,2%, пусть и небольшой, но все же рост в 0,3% от такого мнения Международного валютного фонда в отношении ВВП России на нынешний год. Конкретных причин изменения своих прогнозов Международный валютный фонд не называет. Наша съемочная группа попыталась разобраться, откуда у организации, которую многие считают проамериканской, такой оптимизм в отношении России. Прогнозы многих экспертов по всему миру основывались на анализе Международного торгового баланса, рассказывает директор Института экономики и управления ТВГУ Давид Мамуглашвили. То есть предполагалось, что после всевозможных санкций серьезно упадет объем торговли России с остальным миром, в первую очередь касаемо нефтегазового сектора. Отчасти так и случилось, но только отчасти. Российское правительство суммело перенаправить потоки в другие направления, в частности на восток. В итоге баланс не то что не ухудшился, даже улучшился за счет увеличения объема продаж вот в юго-восточном направлении и восточном направлении. Таким образом, даже в условиях снижения цен на газ и нефть, Россия получила значительные поступления валюты. Кроме того, хоть и со скрипом, проходит импортозамещение. Не стоит забывать и про огромные выливания государства в оборонную отрасль. По данным агентства Bloomberg, в результате спад в промышленности к концу минувшего года составил всего 0,7%. Данный сектор экономики стал самым устойчивым. Это еще один фактор, почему МВФ, который вроде как контролируется американцами, спрогнозировал пусть и небольшой, но все же рост ВВП в 0,3%. Однако особо обольщаться не стоит. Федеральным властям нужно сосредоточить максимум усилий на развитии экономики. В первую очередь, средств производства. И тут, вполне возможно, речь идет даже не о высокоточных станках, а о чем-то более современном. Например, сейчас уже дома строят, по сути, 3D-принтеры. Это наподобие экрана, вот такой сооруженный, который на самом деле 3D-принтер. То там заливает, то там заливает, то там заливает. Потом, значит, там просохло, там доливает, там просохло, доливает, доливает. Вот получается, что, ну просто, идеальное качество и самое главное, самое главное, экономия живого труда. Таким образом, создавая средства производства 21 века, мы решим сразу два актуальных вопроса. Получим самые современные технологии и сможем обходиться меньшим количеством рабочих рук, которых и так в стране большой дефицит. Ну и, конечно, мы сможем хоть чем-то догнать развитые страны. Что у России за ее историю получалось далеко не всегда. Продолжение следует...